Приветствую вас. Ну, вы знаете, я думаю, что вообще говоря, ситуация такова, что для ответа на вопрос вам, для ответа на ваш вопрос, надо бы сначала, наверное, в какой-то степени определить, почему мужчина перестал с вами общаться, почему мужчина перестал с вами взаимодействоваться, да, то есть что на это повлияло, по сути. Вот, потому что это важно очень, ну вот в первую очередь именно это важно, то, что вы хотите с ним проводить время, то, что вы хотите с ним встречаться, общаться и так далее, это, конечно, очень хорошо и здорово, но как вы, наверное, сами понимаете, это то, что у человека должно быть желание с вами быть, если у него такого желания нет, то вместе быть, скорее всего, не получится, вот. Поэтому основная мысль моя здесь именно в том, что вот человек, может быть, не хочет с вами быть, если он с вами быть не хочет, то его никак не доставит, если он не хочет именно, если он именно не хочет с вами быть. Если же его просто что-то отвлекает, если же ему что-то просто не даёт, то это другой момент. Чтобы вы понимали, надеюсь, я ещё расскажу, чтобы быть уверенным в том, что вы меня правильно поймёте. Мужчина, скорее всего, ждёт от вас некое такое, знаете, я бы сказал, нападки вас может, вот. То есть он, вероятно, ожидает, что вы будете на него нападать, он вероятно ожидает, что вы будете недовольны этой ситуации, если он не хочет давать вам, например, ложную надежду, по его мнению, вероятно. Вот. И, соответственно, вам нужно убедить его в том, что вы не будете на него нападать. Вот. Во мне, в фоне поведения, мягкостью, последовательностью, стабильностью, дать ему понять, что вы от него не потребуете ничего. Вот. Тогда, при условии, если у него есть желание, он будет с вами общаться. Вот. Такая вот история. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин